Вроде как Google ставит основные три языка, это C++, Java и Python. C++ чтобы работало быстро, Java, когда нужно делать бизнес, то есть много кода на C тяжело писать, на C++. А Python для прототипов, то есть у меня там куча своих проблем, без слова, очень быстро можно накидать поп. В Google значительная часть проектов, у них проектов, наверное, около 50 или 100, написано на Java. Кроме того, политика Google, они говорят, что они раз в неделю покупают стартап. Это точно, это недавно купили харьковский стартап, который делал что-то там, тузу для айфона или для андроида, который гвардовские документы читает. Там какой-то, они читают, там, уволили или кого-то. Они купили киевский стартап Юл за 30 миллионов долларов. То есть Google 50 раз в год покупает другие стартапы, которые описаны на других языках. Большинство проектов Google на кроме поиска, это часто уже стартапы. То есть Google Docs, это они что-то купили. Gmail, они тоже не что-то купили. То есть они что-то покупают, он кидает ресурсы, это улучшает, переписывают, тогда переписывают язык, но думаю, вначале нет. Так что они берут, вставляют, улучшают, ускоряют. Оно работает, если оно выстрелило, его может быть переписывает. А поисковый год на чём написано? Не знаю. Ну я думаю, что там C какой-то на СЭМ, потому что там слишком высокие требования. Если поисковый год занимает, допустим, 10 тысяч компьютеров, то если ты уменьшил потребление чего-то в два раза, то у тебя не 10 тысяч компов, а 5 тысяч компов. Ну, это, соответственно, есть смысл оптимизировать код. Хорошо. Хорошо. Насчёт алгебры, последнее слово. Я могу знать несколько книжек, которые позволят начать с нуля. Пользу практически указать я не могу. Могу только сказать, что это как философия или социология. Если у психологии ещё вроде как есть какие-то полезные применения, то в социологии, очевидно, нет применения. То есть инженеру считать социологию, но никакого конкретного дешевта он получить не может. Но не предскажешь, что ты всё равно революцию в своей стране. Или там утром проснулся, все висят на деревьях, там прошло, бегают, кастры жду. Весна пришла. Хорошо бы это предсказать, чтобы не покупать квартиру, например. Но в принципе почему-то социология считается непонятно чем, мозги она как-то развивает, непонятно. Она как-то описывает действительность, строит какую-то модель, которая не понимает зачем полезна. Вот что я уже описывал, эти штуки тоже полезны, они однозначно развивают мозги. И позволяют думать какие-то сложные мысли о программировании. Конкретно дешевта мне достаточно тяжело привести, хотя, давайте одно покажу. Кто захочет это понять? Простите. Вот такая штука, которая... Кто скажет, за сколько считается число Фибоначчи? О от Н. Число Фибоначчи от миллиона. Миллионные число Фибоначчи. Сколько она сделает операций? Ну, вот Н такой есть. А как его считать за О от Н? Ну, если я считаю рекурсивно, у меня каждый раз вилка на 2. Два степени, да? Ну, не два степени, но если я вычитываю Фибоначчи рекурсивно, все выпахивает экспонентами. Ну, может быть, два степени Н. Разлишку по элементам. Ну, как бы взять просто три перемена. Там не нужно держать память, по тросам по трех переменам. Ну, идешь по О от Н, с каком. Сейчас. Короче, суть в том, что есть такой алгебрический такой барьер. Да, люди знают, что если я Фибоначчи буду считать сначала в конец, то он займет О от Н. Почему? Я вначале знаю Ф от нуля и Ф от единицы. За один такт я узнаю Ф от двух. Я складываю Ф от нуля от единицы. Потом складываю эти две, я получаю Ф от трех, складываю и получаю от четырех. Простой цикл. От нуля до Н. Если я буду считать рекурсивно, то у меня получится экспоненциальная сложность. Показатель будет что-то типа 1,68. Степень Н. Почему? Почему в Н степени? Потому что когда я вызываю Ф от К, я вызываю Ф от К минус 1 плюс Ф от К минус 2. Фактически каждый раз, когда я возвращаюсь на шаг назад, уже сделаю два вызова. Ну, Ф от К считается через два предыдущих вызова, которые считаются через два вызова, уже четыре вызова, уже восемь вызовов, это на один шаг отступает. Почему получается намного больше? Да, 1,68 показывает, что пирамида кособокая. Каждый раз у меня одно плечо больше другого. Вот там получается, можно доказать манематически, что это 1,68. Это же, наверное, мой аналитический форум выписал. Вот. Почему получается? Потому что мы часто дублируемся. То есть расчет Ф от К минус 1 включает расчет Ф от К минус 2. То есть Ф от К минус 2 будет вычислено влажным. Ну, как бы, вот тут происходит такой алгебраический барьер, который разделяет те, кто знает алгебру, и те, кто алгебру не знает. Потому что те, кто алгебру знает, они знают, что Фибоначчи считается за логарифм галоричной от n. То есть получается, что если рекурсивно вычислить Фибоначчи от миллиона, вообще нереально. 1,68 в степени миллиона не вычисляемо. Итеративно вычислить, то есть от нуля до миллиона вычислить число Фибоначчи достаточно долго. Потому что у нас будет миллион итераций, и размер чисел будет огромный. Мы возьмем, конечно, не интеджер, а что мы возьмем? Лонг. Мы не вместимся, а лонг. А, не вместимся, а лонг. Мы возьмем битенджер, они вмещают, то есть пока out-of-memory не хлопнет, оно будет работать. Сначала просто прикинуть, не примесит ли длина даже одного этого результата, потому что размеров там нескольких гигабайт. Но все равно миллион вычислений с длинными битенджера, это порядка секунды. Если воспользуетесь этим, то логавит двоичных миллионов всего лишь порядка 20. То есть будет вычислено буквально почти мгновенно. Давайте я покажу свое решение, чтобы вас приколоть. То есть головные искривления в области алгебры, они как бы вот... Да, бред, как бы это получается. Ну, конечно, бред. Ну вот внизу решение. Там мало то, что бред с дженериками, ну вроде такого, x наследует A типизированный x. Я специально старался, чтобы это выглядело максимально коротко и максимально ужасно. Ну интересно, можно ли на джаве писать, как на хаске или на чем-то таком. Это есть на хабрахабр, это есть везде. Все обсуждают. То есть мне даже дуро одногруппы и проходил собеседование на канаде джависта, и вот его на этом подловили. Сказали, что не крутой. Если кратко, то она решается следующим образом. Оказывается, что числа Фибоначчи, вычисление чисел Фибоначчи, можно свести к умножению матриц. Матрица 2 на 2. И вот так кажется, что F, катое число Фибоначчи, это матрицу берешь в катое степени, берешь в какой-то член, не помню, с какого-то угла. Дальше начинает, в общем, короче, надо катое число Фибоначчи, чтобы получить катое число Фибоначчи, нужно возвести матрицу в катое степени. Не важно, это значит матрица можно умножать между собой как числа. А дальше начинается интересное, потому что умножение матриц не коммутативно. А умножить на B в общем случае не равно B умножить на A. В этом смысле матрица отличается от чисел. Однако умножение матриц ассоциативно. И опять же, одного этого свойства достаточно, чтобы, когда мы считаем катое степень, то этот расчет свести к логарифму дворечному от катое. Потому что, смотрите, я объясню кратко суть, то есть вот это разбирать, это, конечно, не стоит. Я хочу взять какой-то объект в пятисотую степень. Вроде как пятьсот умножение. На самом деле, это, давайте поменьше очень. Это A в тридцать второй умножить на A в шестнадцатой умножить на A во второй. Хорошо. Оказывается, что мне надо сделать следующее. Если я смогу записать следующее. Я беру A, получаю A квадрат, это умножение. То есть A беру в квадрат, получил A квадрат, есть член. Беру в квадрат A в четвертой, умножаю A в восьмой, умножаю A в шестнадцатой. Получил еще один член. Беру в квадрат A в тридцать второй, получил еще один член. Теперь между собой их перемножим. Получил A в пятидесятой. Сколько я сделал умножение? Умножим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я взял в квадрат. Раз, два, три, четыре, пять. Потом перемножим в шесть. И домножим вот это семь. Итого я за семь умножений ввел A в пятидесятую степень. Вот если числа Фибоначчи удается свести к ассоциативной операции с какими-то объектами, удалось свести к матрицам, то откажется, что на них степень может считать за логарифмическое время и Фибоначчи может считать за логарифмическое время. И тут проходит подразделение. Кто-то это может написать, а кто-то не может. Как стартарно на матриц? Стартовая матрица. Внутри матрица 2 на 2. Для тех, кто за барьером так. Да, кто хочет спорянуть. А, вон она. 1,0, 1,0. Хорошо. Мне кажется, там три единицы в одном месте 0. Хорошо. На хабре посмотришь. Да, право углишь, что мы не повторяем. Давайте посмотрим. Это тебе не логика, Джейн. Так, что мы делаем в Таргете? Все уже тут развернуто. Заходим в папку. Я стартую, теперь хочу этим попользоваться. Иду, не отсекает, я отправляю. Вот, иду, и отсекает. Хорошо. Сарай, вот, и. Поехожу. Нажимаем, что я на ссылки несу. Ну, так лазился. А, я же залазил в эту XMR-ну спринговскую, да? Ну, вот, что-то там сломалось. Вот так, все, да. Можно вернуться. Есть предложение взять с этого проекта или сакатить его? Ну, тот, что чистый проект. Ну, я в zip закачал и вам выложил за час до пата. Ну, да, вот сейчас я его накатил. Его скачать обратно и накатить его. Мы просто не будем туда заходить. Теперь смотри. У меня папка логов. Там папка для квиза создана. И у меня здесь несколько отдельных файлов удобных. Так, во-первых, мы все-таки писали вот сюда, наверное. Шли, то есть это текст, который log4j выводил, я вводил прямо в консоль том, как это. Dependency injection servlet, что-то инициализируют, учитывают, говорит, квиз да о о о. Ниже там еще кто-то, ну, это, конечно, плохой шаблон. Я очень гранд-то реализовал to string, который вызывает вложенный to string, и теперь кто-то развернулся вот в эту квиз-листы, развернулся в эту страницу текста. Хорошо, debug, trace, security, фильтр, что-то рассказывает, кого-то пропустил, кого-то не пропустил, что-то в контекст. Очень много всего тут написано. Теперь, тут у меня есть perflog, это такой файл, куда пишет только, да, у меня был в прошлый раз time-filter, я его переименовал более корректно performance-filter. Фильтр, который стоит на входе и просто меряет, то есть он все запросы передает на chain-do-filter, просто меряет system nano-time перед вызовом, filter-do-chain system nano-time после вызова. И меряет, сколько времени выполнялась цепочка за ним с лямой. Мы, собственно, на его цифры смотрели, ну вот эти страшные вещи, да, то есть что-то выполнялось 400 миллисекунд. То есть почти полсекунды. Полсекунды, не знаю, почему так долго, полсекунды, полсекунды. Потом там должно было ускориться. Станкать яму, что-то транслировал, конкурировал. И оказывается, что вот сюда пишется только запись от этого performance-фильтра. То есть вот этот файл пишет только он. Да, на осмотреть сейчас, возможно, этот формат избыточен. Я вижу тут слово debug. Ну окей, дату и время. Ну, в общем-то, эти штуки нужны. Да, я вижу полное имя класса. Ну вот это уже не нужно. Ну, я так сделал, что у меня в это место пишет только один класс. Указание имени этого класса, наверное, не нужно. Пишется URL, по которому был запрос, и время обработки. Возможно, стоит это как-то свести к одной строчке. Попробуем, я думаю, мы это сделаем. Чтобы было просто URL, дефис, время. Или URL, две точки, время. URL, две точки, время. Или время обращения, URL, время рендер. А что такое к варри стринг? Ну, варри стринг запрос. То, что варри стринг. Сюда рендерят только он, только один класс. Хорошо. Еще у меня есть фронт лог. Сюда рендерят все сущности, которые я отнес к фронтенду. Если мы посмотрим, то есть я решил, где-то там мы смотрим, что сюда относятся все, кто лежит в пакете net, головачки, виз, фильтр, все фильтры. Вот, секьюрити фильтр, и логин фильтр. И всех, кто лежит в пакете net, головачки, виз, контроллер. В данном случае удобно. У меня отношение такое, что каждый пакет отвечает за, то есть корневые пакеты после квиза отвечают за характер сущностей. Я говорю, что у меня есть контроллеры, есть там, допустим, бьюхи, есть там фильтры, есть там доожки. Я завожу пакет DAO. Внутри пакета DAO я могу их классифицировать на быстрый DAO, медленный, GDBC DAO, такие сетки DAO. Для LOG4G это важно, поскольку в LOG4G встроен классификатор на основе имен пакетов. Поэтому мне желательно, чтобы имя пакета было от самого общего к самому частному. Смотрите, у меня есть две схемы. Вот мой пакет квиз. Как я могу обозначить? Смотрите, я могу сделать под пакет DAO и под пакет контроллер. В подпакете DAO сделать квиз DAO и, допустим, там, не знаю, тема DAO. В подпакете контроллера сделать квиз контроллер и тема контроллер. Я могу сделать вот так, по большому счету, G2E есть две релизии. Делать либо вот так, разбиваю, либо по-другому. LOG4G приветствую только вот это. Квиз. У него сделать, я пишу, у меня кто есть, у меня есть квиз. У меня есть тема. Да, совпадение имен, ну, тут так получилось. Это имя конкретно, это имя проекта. Да, внутри квиза. И внутри пакета квиз будет квиз DAO и квиз контроллер. Внутри темы будет тема DAO и тема контроллер. LOG4G это не приветствует. А вообще, разные авторы по-разному советуют. Чаще всего, все-таки, встречаются вот такие советы. То есть, некоторые фреймверки выбирают такой способ, некоторые фреймверки выбирают такой способ. То есть, в таком случае, у меня получается, смотрите, у меня получается фактически декардного произведения. У меня по одной оси сущности, которая в системе, по другой оси, как бы, системные типы. Сущности. Это тема, продукт, юзер, квиз, поставка, реклама и так далее. Системные сущности. Фильтр, контроллер, вьюха, доложка, там, какая-то, серилизатор, вксм. Когда я их перемножаю, получается, типа квиз DAO, тема контроллер, тратата, вьюха. Соответственно, получается, мне нужно, а имя пакета, оно у нас, как бы, линейное. Мне надо решить, кого я укажу первым. Либо я сначала говорю, квизы, доложки, пошли, доложки, квизы, контроллеры, пошли контроллеры. Либо я говорю, в квизах, квизы, и все, что касается квизов. Темы, все, что касается тем. Две религии, как бы, чаще делают вот так. В том числе, потому что удобнее делать копипасту. Когда у меня надо сделать еще один контроллер, я захожу в папку контроллера, вижу чертову уйму контроллера, выбираю похожий, контроллер, контроллер и делаю. Однако, если я хочу добавить новую сущность, мне придется найти все папки, в которую добавить. Действительно, с того, чего больше надо. Ну, она же может меняться, система. В какой-то момент сходят больше и сущностей. Ну, зачастую все-таки, да. То есть, сущностей больше в системе, системных вещей меньше. То есть, на товар, ну, наверное, есть контроллер, ну, несколько контроллеров. Добавить товар, удалить товар, модифицировать товар. Вот. Наверное, есть вьюха, чтобы рендерить товар. Возможно, есть доо. Может, есть какой-то веб-серкс, может, есть валидатор. Но, в сущности, очевидно, будет в сотне в системе. Для log4g фактически важно, чтобы... Ну, вот это... Не, не так. Я покажу, что, когда я направил в этот файл... Я указывал, когда я собираю log4g, я решил, что в этот файл должны попадать все, что отношу к фронтенду. То у log4g можно написать что-то кастомное. Но вообще, по умолчанию, классификация идет на основе начала. Я говорю, все классы, которые нет, головач, квиз, фильтр и дальше... То есть, я как говорю, нет, головач, квиз, фильтр, звездочка. И нет, головач, квиз, контроллер, звездочка. Вот они все, я отношу к фронтенду, пиши сюда. Если бы я сказал, нет, головач, квиз, звездочка, фильтр... Наверное, нет. Ну, хоть бы точно не понял, пришлось бы писать свой кастомный код. Open Source Framework. Все там модульное, все можно расширять. Ну, это... Половонный. Хорошо. Что еще? У меня есть dblog. Ничего сюда не попало. У меня пока нет... У моей доошки пока ничего не логируют. Сюда попадало бы все, что было из java.net.golovach.quiz.do. У нас там есть классы, но в mokovsky, я в них ничего не пишу. Есть папка off. Сюда попадают все. Да, я сейчас настроил на перенастроить назад. Здесь настройка следующая. Размер файла должен быть не больше 10 килобайта, я разрешаю тебе 10 файлов. Тут у меня такая штука, она apander называется. Суфта-та ерунда, которая потребляет логовскую информацию. Она сейчас настрой на 10 файлов по метру, поэтому не видно. Сейчас перенастроим. 10 файлов по 10 килобайт. То есть он логирует, как появляется 10 килобайт, он это оставляет, файл больше не трогает, создает новый файл, начинает писать в него. Appender, это daily rolly файл appender, позволяет резать по времени. Вот это особенно приятно. Может сейчас будет настроить. Он, допустим, может писать файл, каждый час создавать новый файл. Причем номер часа указывает в названии файла. То есть у вас система упала ночью, в районе 3 часов ночи, можете прийти и у вас на сервере, лог 4G, на генеринг для каждого часа свой файл логов, там автоматически все делается. Берете правильный файл, за 3 часа ночи смотрите, видите там ошибки. Если система упала, то это просто последний лог? Ну да. Нет, допустим, у вас автомат, который перезагружает. Какой-то у вас там запек стоит, он сервера пингурует систему, как только она не отвечает, он запускает процедуру перезагрузки. Как мы в каждом месте получаем блок 4G? Зачастую рекомендуют его делать статическим полем, потому что на самом деле вот экземпляр логера, который я получу в руки, не имеет особого значения. То есть, эти сущности, эта штуковина как бы не является тем, что называется entity или very object, и к ним equals не применяется. Ну, давайте я, короче говоря, я обращаюсь к логеру КОО, к логеру класса логер. Там вращайся, даешь любое имя, вот так тоже годится, хоть пустая строка. Для лог 4G он в качестве разделителей считает точки. Если у меня есть точки, он говорит, что это иерархическое имя. То есть, если точка есть, ты можешь сказать, мне нужно всех, кто начинается, вот, всех начинается с ABC и дальше что угодно. Зачастую здесь указывают одно из двух. Одна религия, которой придержусь я, она говорит, что тут надо указать имя пакета. Точнее, имя сущности. Если у тебя грамотно расположены пакеты, и ты получишь логер прямо для своего имени класса, вот так. Когда я получаю логер, по сути дела, там внутри есть просто мапа. Каждый раз, когда я прошу, getlogger, она говорит, так, по этому ключу что-то есть? Нет, нет. Окей, создавай такой ключ, денин для него новый логер, и возвращай его. Если по такому ключу что-то уже есть, мы не знаем, возвращается ли тот же самый экземпляр, но на некотором виртуальном месте не создается новый логер. Возможно, получая несколько экземпляров, но внутри ведут себя к Xenleton. Но экземпляры разные, например, все методы синхронизированы, судя к Xenleton, не знаю. Врачи логеры отличаются не вот этой джавской частью, когда получил какую-то штуку, это не важно. Важно, по какому имени я ее получил. По разным именам, как бы точно, будут разные логеры. По одному имени, получу я разные экземпляры или одинаково, неважно, вести они себя будут как бы идентичны. Вот, в случае, это шаблон, наверное, фабричный метод. Вот, getlogger, ты даешь ему как что-то, и оно поэтому что-то кастурирует тебе существо. Создает оно новую или берет из хранилища, или не знает. То есть, заменитель конструктора. В факторе метод, когда каждый раз, когда вместо конструктора, в том месте, где четко вам нужен конструктор, библиотека вам предлагает использовать метод. То есть, ты ему как бы даешь аргументы, а он тебе ответ выдает сущность. Есть две религии. Одна религия говорит, что тут надо указать имя класса. Да, это точно так же можно сделать, если дать класса. Можно дать класс. Если даешь класс, посмотри, тут все очень просто. Они у класса берут имя, которая та же самая строка, и пользуются им. То есть, логер можно получить как от строки, так и от класса. На самом деле, от класса все сводится к тому, что возьмут просто логер по имени класса. Это раз. Вторая религия говорит, что надо указать функциональность. Я говорю, getLogger для датабейса. А в другом месте я говорю, getLogger для front-ender. Я строками придумаю, как бы, разные, разную функциональность в своей системе. Могу сделать теоретически. У меня будет front-end, там, допустим, не знаю, security. Будет front-end, там, допустим, не знаю, что там, утил. А тут будет DB. DB, там, не знаю, что это, кэш. DB, там, хранимые процедуры, да, там. Store, Proc. То есть, главное, что, знаете, с точки зрения log4g, вот это просто строковый идентификатор. Ему все равно что там. Единственное, что он обращает внимание, это на точку. Если он встречает точку, то у нас появляется возможность взять, ну, то есть, фактически получается иерархия. Я могу сказать, все, что начинается с DB, и дальше все, что угодно. Если есть точка. Если точки нет, я ему искать DB, и дальше любой текст. Он говорит, не, ну, часть строки он не берет. Это как имя. Я написал такую утилиту, я ее всегда на всех проектах делаю. Хитрость в чем? В чем проблема лично для меня вот этой штуковины? Проблема в том, что у меня захаркоженное имя класса в виде строки. Поскольку это и часто в реальной себе делаю копипаст, когда я копирую вот эту штуковину, да, это вот сервлет, фильтр, лентики, то у меня скопируется и строчка с логгером. И у меня в другом классе логгер для него будет браться с именем первого класса. И логфо-джерас не отличит. То есть я беру класс Иванов, у него логгер, гайд логгер для строки Иванов. Я из Иванова делаю Петрова. Я беру Иванова. В контр-с контр-л-в переименовываю в Петров. И в классе Петров теперь логгер, get-логгер и Иванова. Это строковый, ну, литерал просто, константа. Поэтому хорошо бы на лету, чтобы эта строчка, скопированная в другой контекст, правильно работал в другой контексте. Для этого, да, вот тут динамически рассчитывать имя класса, в котором мы находимся. Одна проблема. Поскольку мы static, у нас недоступен здесь. Если нет static, то все чудесно. Если нет static, то мы пишем просто this.getClass.getName. Ну, или без this, а даже getClass. Или просто getClass. Одна проблема. Как только я добавляю static, и говорят, опс, извини, друг. Это такая вот глупость, но вот... Будучи статическим полем, я не могу узнать, в каком классе я расположу. Я сделал тут небольшой трюк. На самом деле, кто-то из прошлого набора джуньеров, или из текущего, он мне там придумал 3 или 4 других способа, но еще исходных. Я делаю следующее. Я кидаю исключение, перехватываю, заложу stack trace и читаю, это не класс. Это же считается не очень хорошим, чем эксепшен. Логика просто построена на эксепшенах. Ну, да. Нет, это же не бизнес-логика. Нет, это не бизнес-логика. Нас никогда не меняет поведение от того, что ты выбросишь, что не уносишь эксепшен. Меняется, но он перехватывается тут же. Бизнес-логика у тебя не меняется. Это приложение работало. Можно сделать с треат. Не сильно хорошо. Можно у потока взять DoomStack, например. Я могу без эксепшен, напрямую, кто не знает, куда он стреляет, это он, наверное, бахает в SystemOut, да? Ну, он так кидает. Я каким-то образом могу из потока у S-Tread выковырять stack trace. От get stack trace. Могу сделать так, окей. что-нибудь вот так. Первый или нет. Вот, наверное, вот так. Окей. Сможет делать вот, наверное. Кто-то предложил вот так сделать. И еще пара каких-то таких же способов. Кто-то пронесет с дешевизм. Что-то же декалом. Ну, это позже, я просил оба нжи. Окей. Тогда я заменю на это. Это не поскал, кто-то последнюю неделю или две не успел заменить. Единственное, проверить, ну, один тут, один ли будет тут и так далее. Добавим тут руку. Я не справляю, и количество не растет, а не уменьшается. То есть суть в чем? На уровне класса логеры это, по сути дела, удачная попытка заменить, для чего мы используем системолог println. В чем проблема println-а? Как ты используешь println, во-первых, ты пишешь в консоль. Но это так и можно обойти, потому что есть такой запрещенный метод как setOut и setR. И сюда можно забегать все тоже. Ну, тут проблема в том, что это вот так. И я могу иметь в свой println. То есть, в принципе, я SystemAlt и SystemR могу перегрузить. Это может быть для чего этот трюк может быть. Вы берете чужую тулзу, она очень много пишет в SystemAlt. Так много, что вы не хотите смотреть в консоли, вы хотите, чтобы это писалось в файл. Тогда, если вы сможете запустить свой код перед запуском этого общественного кода, и вы SystemAlt перенаправите в какой-то файл при помощи java.io. Хочешь println-а? Println-а. Что такое еще? Println-а чего хочешь? Outputl-а. Отлично. File output stream. Какой-то файл такой. Обработал exception-ы. Нет, конечно. Все чудесно. Теперь дальше код. Когда вы писали в SystemAlt, на самом деле все попадает в Word.io. Файл. Надо подумать, видите, флаж делать, close. Хорошо. То есть, одна проблема. Можно решать, однако, если я хочу экзотическое место, чтобы SystemAlt писал в базу данных. Слишком как тайм. Нехорошо. А что будет, если база данных сдохнет? Или будет тупить, например? Очень медленно пишет. Первое. Второе. Когда я пишу в SystemAlt, практически у вас нет возможности различать, в выходном потоке нет возможности различать, кто это написал. Если у вас сотни тысячи классов, все вместе пишут, ну, одинаково. Можно у каждого класса вводить ручную нотацию. Когда я пишу из фронтенда, я начинаю фры, две точки и так далее. Дальше в поисках смогу в тексте прочитать. Потом у меня нет там разных уровней. Я не могу отличить SystemAlt и SystemAlt. Уже неплохо два уровня. Рорек, это плохо, а он просто так. Но хотелось бы большее количество уровней. LogPG вводит просто линейную шкалу, дерево строить нельзя. То есть все уровни сравним, они мапятся на инт. Типа мощность есть. Итак, смотрите. Когда я нахожусь? Какие вопросы я должен решить, когда я нахожусь внутри Java кода? Я должен получить логер, тут все просто. То есть кода саще стандарты, но должен решить, по какому ключу взять логер. Обычный шаблон это имя класса, в котором я нахожусь. Вторая штука, когда я логером пользуюсь, надо решить, какой метод у него вызывать. Тут написано Trace, тут Debug. Log4G можно снаружи в настройках отключать. В Log4G встроено 6 уровней, по-моему. вводить чат SystemOut и SystemR тут уровней 6. Это, наверное, Trace, это, наверное, Debug, это, наверное, Info, наверное, Warn, Так они решили в других логовских фреймворках, бывают четыре уровня, бывают пять уровней. Если мы посмотрим на вход в debug, что происходит, вот есть level debug и вот решили просто так. Где-то просто есть константы. Видимо появился он позже. Я мог ошибиться, давайте посмотрим. Так логер есть, trace есть, debug есть, info есть, varm есть, error есть, fatal есть. А еще trace, например, трейс это вообще шо? Нет. Вот достаточно старые фреймворки, возможно, это старый класс. Давайте посмотрим, что происходит, когда нажимаю trace. Если делаю trace, куда я иду? Вот такой, да? Level trace. Отдельно в этом месте. Вот тут trace level, а до этого где мы были? Level trace. А если... Ну видно, допилили позже, как мы на отдельном месте. Ну давайте, debug. Я попадаю в level debug int. Вот. Я в классе priority. Насколько я понимаю, он очень древний этот класс. А если я делаю trace, то я попадаю в level trace int. Отдельно. Call level nice нас приоритет и добавляет счетчик. Эта штука унаследованная, она достаточно долго... А вот тут они уже все. Штука корявая, нам наследовать немного раз переписывали, улучшали. Видимо, она, чтобы обратно. Я должен выбрать, получить блогер, должен выбрать какое правильное имя. По дефолту стратегия такая, что это имя класса. Можно модифицировать, бывает что нужно. Второе, что должен выбрать, это каждый... Дальше у меня выбора нет. Если вот в этой точке что-то произошло, достаточно важное. Но если я имел x и поделил его на двое, то есть я где-то x уже отлогировал, отлогировать его значение деленное на двое неважно. А вот если сходил в базу данных и что-то вытащил, это важно. Потому что если база данных, например, тестеры что-то поломали, я вытащил неправильное число. То есть если сходил в базу данных и вытащил штуку, очевидно эта штука еще нигде не логировалась. То есть я получил некоторое новое нечто. То есть так, система вот принтлент. Если вы написали систему вот принтлент x, потом у вас строчка y равно x делить на 2, вы же не будете систему вот принтлент y. Ну вы видите какое-то одно из двух значений. Когда получили что-то новое, тогда интересно. Обычно принимается решение. Любое место, где вы получили какое-то новое знание, вы там будете логироваться. И вот в этом месте вы должны выбрать один из шести уровней. Хотя вообще говоря, log4g легко поддерживает создание новых уровней. Там, по-моему, есть метод log универсальный. Тут его нет, видите, есть универсальный метод log. Вы указываете прямо уровень 7539. Он поддерживает то, что вы видели 50000 уровней. На самом деле log4g поддерживает любые int. Он просто их сортирует и решает, кто важнее и кто менее важнее. Но желательно пользоваться только дефолтными, потому что все на это рассчитывают. Итак, info означает, что для вашей системы произошло достаточно значимое и, наверное, это значимое событие для вашей системы. Например, она поднялась и нашла property файл. И она прочитала и узнала, что порт не указан, и поэтому она берет дефолтный 80%. То есть для вашей системы это важно. Забыли про пользователей, забыли про страницы. Для системы важно, нашла она настройки, не нашла настройки. Если мы посмотрим Tomcat, который тоже использует что-то типа log4g, вот что он вначале писал. Info. Вот загрузил какой-то app. На YouTube library, какой-то версии. В принципе, это круто, потому что мы узнали версию, в которой загрузились. 1, 1, 24, 1, 4, 0, 6. То есть, возможно, это важно. Что-то там еще. Какой-то инициализм. IPv6 выставился, да. Send file выставился. Какие-то фильтры. OpenSSR, Security. То есть, видимо, они там бесплатные есть SSL. Да, HTTPS. Какая-то библиотека, у них версия. То есть, это важно, потому что... Это набор информации, который я бы хотел видеть на экране. Вот как это тут вот из интересного. Он говорит, например, я нашел варник в папке webbub quizwar, и, видимо, ему удалось его стартануть. Здесь ему варник не удается понять, он пишет по варникам. В этом смысле я нарушил, как бы, некоторое, видимо, соглашение. То есть, только это ограничил себя и писал сюда только info. А я сюда своих дебаггов наделал. Ну, фактически нарушил некоторые соглашения. Для чего этот appender? То есть, устройство для вывода конечного. То есть, info это значимый момент для системы. Дебагг это, скорее, моменты достаточно значимые в целом, но вообще при штатном режиме неинтересные. Я думаю, что юзер залогинился. Может быть, юзер зашел на страницу. Вызвали контроллер. То есть, в принципе, это вполне нормально. То есть, мы в режиме дебагга только интересуемся. Вот человек вызвал страницу, перешел. То есть, когда у нас все работает хорошо, мы сюда не смотрим. Трейс это, видимо, что-то, когда вообще просто это как системо открыто. То есть, тут все-таки произошел какой-то минимально значимый момент, вроде фильтр получил запрос. Для системы это незначимо. Потому что система получит сотни запросов сегодня, тысячи и миллионы. Но для отладки важно. Трейс это, когда совсем просто хотим настаивать. Через строчку хотим настаивать. Все аргументы наводить все время. ВАРМ это система спокойно. То есть, ВАРМ и ЭРОР это система выжила. ФАТАЛ если система фактически не выжила. То есть, ФАТАЛ, когда практически после этого будет делаться системой Эксель. То есть, она не может выжить. А что-то случилось несовместимое с жизнью. Для ВАРМ проекта это, может быть, он не обнаружил базу данных. Все. Какой тренд?